Огромный привет всем моим зрителям! В этом видео я хотела бы в очередной раз затронуть тему оптимизации расходов и рассказать о каком-то таком нюансе данного вопроса, который для меня стал очевидным совсем недавно. Речь пойдет о ненужных покупках, особенно о существенных для бюджета ненужных покупках. Но так как канал в основном посвящен косметике, то в первую очередь речь пойдет об этом. Итак, в общем-то, с чего хочу начать. Очень я заметила такую ярко выраженную тенденцию, что YouTube разжигает страсть косметики. И думаю, большинство из нас об этом знают. Куча блогов существует, в частности не только видео, но и фото блогов. Те же косметисты и прочие форумы, где выкладываются посты, темы про косметику с такими смачными фотографиями. Все красивые, где каждый продукт представлен чуть ли не совершенством человеческой мысли, какого-то творческого акта. И ты смотришь, и кажется, что если ты будешь этой вещью обладать, то ты прикоснешься к роскоши. В общем, что-то к лучшему в твоей жизни изменится. И особенно это прослеживается как раз на фото блогах или как это, живые журналы. Не знаю, та же косметиста, в отличие от YouTube, очень хорошо это показывает, потому что на YouTube во многом на первый план выходит сам блогер. И большинство комментариев все-таки так или иначе посвящено блогеру, нежели даже тому, что он показывает или о чем он говорит. В свою очередь на косметисте и фотоблогах уже личность человека, показывающего, ходит на второй план, часто он вообще на снимках не появляется. И на первый план выходит продукт. Поэтому там 99% комментариев посвящено тому, как у читателей разжигается желание приобрести вещь, как они хотят ее купить. Вот как минуту назад она 100 лет была не нужна, теперь прям-таки стало необходимо. И вот я буду голодать, не доедать, там не допивать и жить где попало. Но обязательно себе этот предмет косметический куплю, потому что вот так вот о нем хорошо написали. И я, в общем-то, пришла к выводу, что это в том числе и действует на меня. Еще один такой нюанс есть, что когда продукт обсуждают дорогой, это тоже очень интересный психологический момент, но он точно, совершенно 100% присутствует. Когда косметика люксовая, да, и относительно состава ее, это там тальк с пигментами, и цены, допустим, там 2,5 тысячи рублей за 10 грамм, это очень дорого, да. Ну, естественно, там переплачивается изобрет и все такое. Ну, то есть, дорогая штука. И даже если она, ну, откровенно говоря, не дотягивает по качеству, там еще как-то, очень интересно наблюдать, как зрители и читатели начинают приписывать ей какие-то мифические качества, оправдывать покупку, там, оправдывать, выискивать даже в ней какие-то несуществующие совершенно черты, которые, ну, буквально-таки, не знаю, как это называется, обожисляют эту палетку, там, или эту помадку, и чуть ли не оживляют ее, то есть, придают ей какие-то такие свойства, которые 100 лет у нее никогда не присутствовали и, в принципе, быть не могут. Ну, вот это вот, такой пиетет и вот отношение с каким-то придыханием к данной вещи дает свои плоды. Соответственно, вроде как появляются другие основания для того, чтобы ее приобрести. Хотя, если разобраться, то 10 грамм талька, ну, никак не может прыгнуть в ваши головы и превратиться в нечто гораздо более значимое, чем оно есть на самом деле. Например, я не раз встречала, допустим, если помада люксовая, ну, не очень хорошо себя ведет на губах, то обязательно часть отписавшихся в комментариях станут говорить, что она, ну, вот не просто у нее вот такой цвет размазывающийся или какой-то невнятный, а на самом-то деле это эффект зацелованных губ. Если вы красите свои губки, то это выглядит так, как будто вы только что там были на романтическом свидании, у вас были страстные поцелуи, вот вы вышли там, сели в троллейбус и все на вас смотрят и видят не то, что помада плешивит на губах, а то, что вот парень только что вас целовал и вот как-то страстно эту помаду выдергивал прям-таки с губ. Те же самые палетки, тех же самых шанелей, которые без базы зачастую вообще не пигментированы. Вот я буквально на днях смотрела пост, ну, обычные крупные блестки с легким каким-то оттенком теней. И если бы это была палетка флер какая-то, то 100%, 99% отписавшихся, назвали ее фу, гэ, в помойку, какая гадость там и прочее. Но так как это шанель, то начали писать, какие на самом деле деликатные цвета. То есть не просто не пигментированные тени, а деликатнейшие цвета. Как они украшают глаза, что это не просто крупные блестки, а это блестки, которые совсем не мелкие, а вот такие крупные, но суховатый сатиновый блеск с отблеском шиммера. И все это вот так вот, в общем, закутано-закутано, что на самом деле, вот вы, если именно краситесь, то за 2 километра видны не тени, а вот ваши яркие глаза и то, что они обрамлены в очень дорогое сияние. Хотя, по сути, опять-таки, это просто, ну, не очень хорошие тени. Вот. И я просто обалдею того, как читаю комментарии к откровенно не очень давшимся продуктам люксовым, где действительно девочки склонны видеть там какие-то супер-особенности продукта, его деликатность и придавать ему чуть ли не нечто, что формирует настроение. Я там вот читала, что девушка описывает цвета палетки и говорит, что вот если она таким окрасит, то у нее радостно, если таким, то задумчиво, если вот там более сереньким, то грустно, печально, но если поярче, то все у нее хорошо, день начинается, и ее прям все знакомые спрашивают, почему ты такая счастлива, она вот потому, что вот этот вот замечательный цвет у меня на глазах. Ну, в общем, ладно, я заболталась, надеюсь, мысли ясны, в общем-то, я хотела показать, и что меня сподвигло на создание этого видео, это то, что я откопала у себя целую, ну, не кучу, но прямо, скажем, раз, два, три, четыре, пять, пять люксовых вещей, при условии, что у меня всего там штук восемь, которыми я практически не пользуюсь. И пользуюсь гораздо более дешевыми и все такое. При том, что данная косметика, в принципе, меня устраивает по характеристикам и каким-то качествам своим, и я, в принципе, пользуюсь этими продуктами именно как категорией продукта, то есть я пользуюсь там тенями, пользуюсь блеском, но вот несмотря на то, что эти продукты люксовые, стоят гораздо дороже, чем те, которыми я пользуюсь, и, в общем-то, они нормальные, но очень жалко потраченных денег и того, что я поддалась когда-то на вот этот вот всеобщий, ну, не скажу маразм, но дыхание, вот это, о, какая вещь, о, какая вещь, а я обязательно ее куплю, ну, это просто шедевр. Да, ты ее покупаешь, и она перестает шедевром быть уже через несколько дней, превращается в обычную пудру, в обычные тени, и в конце концов зачастую лежит мертвым грузом. Итак, самое первое и, так скажем, самое наглядное, это мой блеск от Chanel под номером 142, ему 2 года. Девочки, вот честно, не вру, как бы не больше, ему 2 года точно, я помню, когда я его покупала, да, даже чуть-чуть больше 2 лет, у меня даже когда-то было видео о моей первой люксовой покупке, я там его показала еще на старом канале 1000 лет назад, и, как вы можете видеть, он полный, то есть это не какое-то иллюзорное видение, он реально полный, и у меня, кстати, сейчас он на губах, я вообще очень довольна цветом, это такой цвет припаленой розы с очень мелким, не ощущающимся золотым шиммером, но не знаю почему, ну, как-то он густоват, чуть-чуть тяжелато ощущается, хотя вроде не липкий, в общем, я пользуюсь каким-то Эйвоном, пользуюсь помадами от Бель за 100 рублей, и блеск, который стоит там в 15 раз дороже, у меня пролеживает 2 года, да, даже, честно говоря, жалко, что у него скоро выйдет срок годности, но это вот пример того, как необдуманная покупка, да, на самом деле не нужна, может просто лежать мертвым грузом в то время, как можно было купить или сохранить деньги, и действительно приобрести то, что будет использовано с удовольствием, в общем, да, вот типичный пример, единственный, кстати, мой цветной такой блеск от люкса, и вот я сейчас просто через силу его достала, кладу на видное место, стараюсь краситься, потому что понимаю, что он просто протухнет, если я так буду у себя с ним вести. Следующая, это палеточка от Dior, тоже моя первая палетка номер 804, сейчас покажу, спонжики, в общем, вот так вот она выглядит, ей тоже 2 года, я ее покупала вместе с блеском, и попробую, чтобы вам что-то было видно, ну, в общем, как видите, она, мягко говоря, не очень сильно поюзана, более того, вот этот фиолетовый вообще практически не тронут, более-менее светлый оттенок, и то, потому что я его очень жирно под бровь наносила, и в последнее время я стала ее использовать гораздо более часто, опять-таки, потому что всегда ношу в сумке, стараюсь там при любой возможности подкраситься, накраситься, потому что мне жалко средств, которые я в нее вложила, и в ней пользоваться ей, это то же самое, что расписаться в, собственно, недальной видности, не знаю, глупости, и тому, что я поддаюсь на течениям, в общем, каким-то общественным, которые на самом деле мне совершенно не нужны. Дальше блеск от Lancome, он бесцветный, вот такой мятный, это, по-моему, была какая-то лимитка, ему больше года, ну, год точно, там плюс-минус, ну, в общем, как видите, он абсолютно у меня полный, вот, полный блеск, тут от верха, наверное, пару миллиметров только ушло, он тоже симпатичный, прозрачный, на губах, и все нормально, у него такой лаковый финиш, но я им не пользуюсь, хорошо, что это был подарок, и, как бы, не сильно я разорилась, хотя, чтобы он мне достался, мне пришлось очень долго ломать голову над конкурсом или бокс, я рассказывала это вот здесь, сейчас ссылку оставлю, если вам интересно, посмотрите, мне в подарок достались три продукта от Lancome, дальше, второй продукт, опять-таки, от Lancome, это пудра, пудра, как-то она называется, там, что-то, иллюминайзер, у нее сердечко розовое, розовое, и беленькая такая сама пудра, ну, не буду показывать слой, он не в видении, сколько раз показывал, он абсолютно прозрачный, и чуть-чуть розовое только потом, вот такая симпатичная висичка, но, в принципе, тоже у меня каких-то супер нареканий нет, хотя здесь крупные блестки, при этом можно было использовать ее зимой, когда нет яркого солнца, и блестки не так заметны, но я этого не делала, как видно, она новая, у нее даже не стерся рисунок, и лежит у меня мертвым грузом, вот, ну и последняя палетка, тоже от Lancome, с неудачными оттенками зелеными, которые я не знаю, кто придумал, но, в общем-то, более-менее вот эти белые, можно было применить, потому что они, сейчас покажу, такие симпатичные, ой, сейчас переверну, симпатичные, шиммерные, вот, смотрите, вот такие два белых салатовых, что ли, ну, в общем, при желании, можно было наносить их под бровь, как халатер использовать, и так далее, но, опять-таки, я не пользуюсь, и, получается, из всех люксовых продуктов, которые у меня, в общем-то, редки в косметичке, я большинством не пользуюсь, вот, отсюда я сделала вывод, при этом, кстати, у меня постоянно хроническое желание прикупить какую-нибудь еще штуку, особенно если это лимитка, взять ее как-то, там, даже для коллекции, просто, чтобы она у меня лежала, вроде как радовала глаз, но я прекрасно понимаю, что даже красивая пудра, вот, например, вот эта розочка, вот, ланком, ну, объективно, симпатичный рельеф тут, но не будешь ты на нее открывать, там ее любоваться, то есть, вот это вроде как для радости, штука, на самом деле, радует, несколько первых дней, потом просто превращается, в одну из составляющих домашнего хлама, который не используется, либо используется крайне редко, и лично меня этот факт очень удручает, я для себя сделала вывод, что в конечном счете, отличить нужную покупку, от на самом деле ненужной, можно потому, как эта вещь используется, и если вдруг возникает какое-то сильное желание приобрести не дешевый продукт, и вы взвешиваете, понимаете, что вам он реально нужен, вы будете пользоваться, у вас мало аналогов, то это одно дело, потому что баловать себя все равно надо, особенно, если вы там где-то умеете расслабиться, где-то умеете поднапрячься, другое совсем, когда вы балуете себя так, что это потом лежит все, вот как в моем случае, мертвым грузом, и не используется, да, более того, вот это вот ощущение новизны очень-очень быстро проходит, и лично у меня остается какая-то тягость от того, что я неправильно расходовала деньги, и я понимаю, что я могла бы купить вот это, что мне гораздо более надо, или отложить на какую-то свою цель, или на свою мечту, или на свое желание, и в итоге я обменяла свой ресурс финансовый на что-то, что не использую, еще более обидно, когда приходится этим всем пользоваться через силу, то есть никакого удовольствия я фактически не получаю, просто вот использую, потому что надо расходовать, да, а иначе оно будет лежит у меня уже 2 года, и в очередной раз я поняла, как подавшись просто вот какому-то всхлипу эмоций, и тому, что все, кто рядом кричит, хочу, 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 и ты думаешь, ну и я хочу, я что там, не такая что ли, и идем покупаем, и в итоге потом крайне редко пользуемся, думаем выкинуть или не выкинуть, подарить, не подарить, в общем, если все это вместе собрать, можно было вполне по финансовому эквиваленту обменять на горячую путевку, там куда-нибудь в Египет, например, да, ну или в Турцию, в общем, что принесло бы гораздо больше удовольствия, мне кажется, вот такое вот мое видео, надеюсь, кому-нибудь оно пригодится, интересно, были ли у вас подобные размышления, и влияет ли на вас крик там, подружки о том, что вот она хочет какую-то вещь, или то, что вы читаете под блогом, какая замечательная штука, как все ее хотят, и вы понимаете, что только что вы ее не хотели, и потом снова хотите, точнее, начинаете хотеть, и в конечном счете, когда покупаете, вот под влиянием импульса вещь, понимаете, что спустя некоторое время она перестает для вас быть новой, вы ее не используете, и редко вообще не вспоминаете, вот она так продолжает захламлять просто вашу квартиру, вот, очень интересно ваши комментарии почитать, огромное спасибо за просмотр, и всем пока!